Будь то сложные погодные условия или неприятности на дороге, автомобилисты во Владимире знают, куда обращаться за помощью. Там создали онлайн-сообщество, главный принцип которого — взаимовыручка. Вытащить из сугробов, поменять колесо, подвести бензин — всё быстро и без лишних нервов. Андрей Кузнецов узнал, как это работает. С собой у меня все инструменты. Как-то лопата шкатовая, лопата совковая, тросик. Для рук кому-то надо будет выдернуть. А ещё провода для запуска двигателя, набор для ремонта шин. В автомобиле Евгения Глазкова целый арсенал. Инженер из Владимира недавно вступил в интернет-сообщество взаимопомощи автомобилистов. И теперь то и дело выручает других водителей. Кто-то стоит, не может выехать. Останавливаешься, включаешь аварийку, людям помогаешь. Нужно проехать в пяти минутах от дома, человеку помочь. Бывают случаи, когда в другой конец города, а то и в пригород. На сайте, где зарегистрировано уже несколько тысяч человек, размещают такие объявления. Вот и сейчас на соседней улице у кого-то разрядился аккумулятор. Могу приехать через пять минут. Водитель, оставивший сообщение, признаётся и не ожидал, что на него откликнутся так быстро. Уже через пару минут его девятка завелась. Аккумулятор, видать, подсел не новенький. Уже пятый год. Попросил помощи в группе. Помогать друг другу надо на дороге. Не важно, на какой машине, на чём-то. И всё. Ты поможешь, тебе помогут. Участники группы узнают друг друга по таким наклейкам. Машину, застрявшую во дворе в самом центре Владимира, увидел другой посетитель того же сайта. Впрочем, Роман говорит, остановился бы в любом случае. На дорогах тоже есть нормальные люди. Приехал, помог. Всё нормально. Спасибо. Поехал дальше. Перед работой, по утрам, в обеденное время, в выходные дни особенно, когда делать нечего. Катаешься, смотришь, помогаешь. Новые просьбы о помощи появляются на странице едва ли не каждый час. Причём, как говорят сами автомобилисты, чем хуже погода, началась метель или, к примеру, ударил сильный мороз, тем сообщений больше. Вот, к примеру, вчерашние. Ребята, помогите вытащить машину из сугроба. Желательно, чем-нибудь помощнее. Приехал трактор. Автомобили вытащили. Модератор сайта Валентин Паховов показывает продолжение этой истории. Оказалось, у одного из участников группы есть трактор. Уже спустя час машину, которая несколько месяцев стояла по крышу в снегу, удалось откопать. Такая вот онлайн-помощь переросла в реальную помощь на дорогах. Основная аудитория от 18 до 25 лет. Ну а так, практически всем возрастам интересна данная тематика автомобильная. Но встречаются и другие сообщения. Владелец этой машины несколько дней разыскивал свидетелей ДТП. Его легковушку помяли на парковке. Виновник аварии скрылся. Очевидцев удалось найти только с помощью одноклубников. Впрочем, обычно, чтобы выручить кого-то, нужно не так уж и много. Подвезти бензин. Если у кого-то покончился, неожиданно не работает датчик бензина. Бывала такая ситуация, что у человека нету незамерзайки. Студентка Алена Максимова признается, с тех пор, как вступила в группу, стала чаще замечать тех, кто попал в беду на дороге. Вот и на этот раз машину с включенной сигнализацией увидела издалека. И оказалось, за рулем тоже девушка. А автомобиля спустила колесо. Блин, с собой нету. У меня насос пришло. У меня есть компрессор? Сейчас, конечно, попробуем. С каждым днём число участников интернет-сообщества растёт. И, по-видимому, помощь тех, у кого в багажнике есть лопата и буксировочный трос покрепче, этой зимой многим точно пригодится. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков и Дмитрий Синицын. Первый канал. Владимир.